Поднимает работоспособность, развивает интеллект, хорошее настроение. У меня здесь целый список. Давайте разберемся, вообще так это или не так. Я расскажу свой опыт, как действует мухомор именно на меня, как он мне помогает или не помогает. Обратите внимание на вот этот дисклеймер, а после этого мы начнем это видео. Итак, меня зовут Сергей, я занимаюсь вообще видеодизайном. Вы можете это видеть вот на этом канале. А также я рассказываю вот здесь о мухоморе и о том, что он мне дает. Как-то раз мне на телефон прислали целый список полезных свойств, которые дает мухомор. И я хотел бы в этом ролике затронуть вот эту историю и попробовать рассказать свой опыт, так это или не так, что-то возможно подкорректировать. Ну, я бы сейчас зачитаю вам его быстро. Тонизирует, уходит лень. Сразу расшифрую, что действительно вот одним из самых важных свойств при приеме мухомора является воздействие на лень. Мухомора я обычно называю сам для себя целеустремление. То есть это что-то такое, что позволяет тебе получать удовольствие от процесса достижения цели. То есть и поэтому действительно лень уходит. Ты получаешь удовольствие от, я не знаю, как ты занимаешься там на турнике. Бежишь, занимаешься пробежкой и действительно не чувствуешь усталость. Мозг в неизмененном состоянии. Выдал бы такие рекомендации. Остановись, давай на сегодня остановимся. Завтра ты уже увеличишь количество подходов там к снаряду и так далее. То есть а здесь мухомор это все убирает. Тебе прикольно вот быть здесь и сейчас и делать то, что ты делаешь. Например, готовка, там еды. Тебе не столько хочется вот прям непосредственно поесть, как чувство голода, а именно тебе нравится готовить сам процесс. Я применяю именно мухомор в качестве микродозинга. Он мне брат, который занимается именно такими повышенными дозировками. И я, честно говоря, никому бы не порекомендовал заниматься таким без присмотра какого-то ситера или человека, который может вот это все понаблюдать, подкорректировать и помочь как-то двигаться в данном направлении. Потому что мухомор действительно, эта штука опасна. Ни в коем случае не нужно им баловаться. То есть это как лекарство применяется в микродозировках, так же, как и, я не знаю, как лечат ядом, пчелином или еще. То есть в минимальных количествах в дозировках он является стимулятором нервной системы и действительно воздействует на организм и достаточно положительно. Давайте продолжим. Поднимает работоспособность. То есть действительно так. То, о чем я говорил. Развивает интеллект. Тут действительно немножко меняется мышление и человек начинает смотреть на обыденные вещи немножко под другим спектром взгляда. Действительно приходят новые идеи. Это прикольно и вот это я бы как раз отметил. Хорошее настроение. В своем телеграм-канале Мухомор Лайф я писал о том, какие есть связки веществ. Например, в пантерном мухоморе мусцимол, содержащийся в пантерном или красном мухоморе, он ингибирует фермент, который регулярно выделяет наш организм, который разрушает дофамин. Гормон радости и мухомор, он подавляет разрушение вот этого гормона радости. То есть улучшается взаимодействие с социумом. То есть вы становитесь более социальны. Вам интересно общение там с прохожим, с людьми, с противоположным полом. Я не знаю, на улице, на учебе, то есть практически везде это можно отмечать. То есть вы становитесь более социальным. Социальность сейчас достаточно такой вопрос непростой, потому что мы стали более закрытыми в телефонах, в тиктоках. Это помогает, да, действительно улучшается настроение, помогает в спорте, силу выносливости. Я об этом, да, сказал уже. Улучшается иммунитет. Я не буду утверждать голословно, как мухомор воздействует на здоровье. Я знаю, что большие дозировки, типа там трипа или макродозинга, могут отправить вас в дурдом. У меня крепшая психика человека, который еще не устоялся, например, какой-нибудь подросток. Я тут даже вот анализирую вот эти всякие сейчас тиктоки, молодежь туда заходит. То есть я как устоявшаяся личность, я в принципе имею какое-то мировоззрение, понимание, куда я движусь. Даже в тиктоке найду себе полезную информацию, там, я не знаю, какое-то ремесло, там, вливание из гипса. Ну, то, на чем можно и деньги там зарабатывать. То есть очень много сфер интересных по жизни, которые помогут. Есть вещи, которые деградируют. Если человек, вот, какой-нибудь подросток еще не сформировался, нет умышления такого на дальновидность, да, то есть он может действительно там проводить время достаточно негативно для себя. И, ну, при неправильном подходе это может действительно вредить. Мы говорили об улучшении иммунитета. То есть действительно есть такое убеждение, что мухомор от 100 болезней помогает и лечит. Ну, я бы тут даже провел бы параллель с психикой, со сном. Вот следующий пункт будет у нас красочные сны. Многие отмечают улучшение сна. Очень много благодарных клиентов. И мне это нравится, что я чувствую, что я людям помогаю. На даче собираю этот гриб, ну, как бы так, с запасом. И не только о себе, но и понимаю, что ко мне будет обращаться. Труд это достаточно такой непростой. Благо мне работа позволяет удаленно работать. И у меня брат живет еще на даче с лесом рядом. И постоянно контролирует, когда начинается сезон. Вот, когда пойдут эти грибы и нужно будет их собирать. Я именно говорю про пантерные. Потому что многие мои клиенты приходят за пантерными. Потому что он более выгодный в плане покупки, на мой взгляд. Потому что красный, в нем меньше силы. Но если его правильно собирать, правильно приготовить, то он будет тоже хорошим вариантом. Но, опять-таки, говорю, что если пантерны не нужно выдерживать, вот я его собираю, сушу и сразу пакую в вакуумные упаковки, то красный мухомор, его нужно сначала месяц или два держать в коробке, чтобы иботеновая кислота перешла в его мусцинол. То есть увеличивается содержание действующего вещества и других микроэлементов. И уходит иботеновая кислота, которая является токсином и вызывает тошноту. И действительно был такой, когда ты съедаешь красный мухомор, который не вылежался, и получаешь помимо какого-то эффекта еще и неприятные ощущения, связанные с тошнотой. Потому что это реально неприятная история. Как раз мы говорили про иммунитет. И тут я хочу действительно отметить, что иммунитет улучшается за счет ряда факторов, влияющих на общее состояние организма. Например, мы знаем, что глубокий сон очень важен. В глубоком сне организм восстанавливается гораздо быстрее. И у меня часто случаются такие ситуации, что вот прям хочется к вечеру спать, и меня вырубает там часов в 10 буквально на полчаса. И иногда снится такой глубокий сон, такой интересный, такой вообще, который как будто фильм посмотрел. Ну, возможно, это, кстати, от многих факторов зависит. Я не буду говорить, что у каждого такое будет, потому что тут и правильное питание, там и какой-то образ жизни, отсутствие каких-то стрессов. Там, не знаю, правильная вода, чистый воздух, спорт. Вот, то есть все влияет. Но в данном случае, я говорю, начали такие вещи случаться со мной. Это глубокие сны на грани того, что ты просыпаешься, и тебе хочется там написать сценарий для нового фильма и куда-то его отправить. Потому что ты думаешь, а как такое вообще могло присниться? Потому что обычно сны, это какая-то такая аллегория того, что ты уже когда-то в жизни проходил, какие-то страхи, отработки и так далее. А тут прямо, я не знаю, прям такие серьезные, со мной вот происходят какие-то серьезные случаи, именно либо глубокие сюжеты, либо прям какие-то опыты, когда тебя там стреляют в тебя, и ты получаешь там кровотечение, получаешь там раны, или те ножом режут прямо, и ты ощущаешь эти ощущения все, да. Это все, то есть это все действительно случается во сне, но и не только. Разные бывают сюжеты, поэтому красочные сны я тоже бы отметил. Креативность действительно в изменении мышления, это то, с чего с самого начала я говорил, меняется немножко спектр мышления, и действительно мы проявляем больше креативности, я это в своей работе замечаю. Прямо в этом пункте расскажу очень важную рекомендацию по использованию, которую я заметил. То есть у меня работа связанная с компьютером, но мухомор не любит отсутствие движения. То есть когда мы сидим обездвиженно на стуле и пытаемся там мыслями где-то сконцентрироваться, это нет, это не для этого. По крайней мере у меня это работает так, что я там леплю, вырезаю, делаю что-то руками, да даже если бумажки просто перекладываешь или порядок в доме наводишь, вот это мухоморная штука, связанная с движением. Ходьба, движение, спорт, тренировки. В любом случае, когда мы активничаем, штука работает гораздо эффективно, либо когда я сажусь за компьютер и очень сильно начинает разгонять эффект, то начинает клонить ко сну. Хотя если этот эффект длился 3-4 часа, я сажусь за компьютер, уже нормально так можно посидеть, позагружаться. Поэтому, то есть вот такой небольшой фактор, который обязательно его нужно учитывать. Медитация и йога. Честно говоря, я слышал от людей, которые ко мне обращались, занимающихся данным направлением движения, я понимаю, что это правильная и хорошая тема, потому что только когда мы прошли духовный какой-то опыт, и приобрели его, мы можем учить других людей этому духовному опыту. И это действительно важно. Я это все понимаю прекрасно, у меня хорошая база, я там трехлебовец, очень много чего прослушивал, знаю, что в йоге к разумным себя не причисли. Это действительно так. Но говорят, что у Гри все-таки данные не подходят под направление медитации, каких-то углубленных состояний, хотя, возможно, он где-то как-то может использоваться. Я не получил ответный отзыв как раз от человека, который у меня брал для этих целей, чтобы протестить. Пока что оставлю здесь под вопросом. Новое ощущение в сексе. То есть ты можешь перевести свою точку восприятия, у тебя постоянно в голове что-то всплывает, да, и вроде бы казалось бы такой важный акт, и ты должен думать только о нем, а ты действительно мыслями так иногда переключаешься, и ты улетаешь, и можешь не так сильно возбуждаться, а, соответственно, продлевается у тебя половой акт. При болезненных менструациях супруга пробовала, и в первый же день она попробовала принять, ей сделала тварь, там добавил вареницы туда, чтобы пилась как компотик, и она там заметила вот этот мухоморный эффект, когда она в своей месячной еще начала бегать, там покружиться по кухне, убирать, и это хочется сделать, и это хочется сделать, и это такой прям появился драйв. И действительно, наверное, как-то это связано с мыслями, ты отстраняешься, и боль уже не так чувствуется. Не знаю, как это работает, но действительно помогает именно переключиться. Для мистических практик это вот как раз вот это направление, связанное с получением какого-то духовного опыта и триповых состояний, потому что там действительно есть о чем рассказать, и многие, кто туда залетал, им кажется вот эта значимость, им кажется, что вот они такое увидели, что это все, это просто, это можно вот книгу писать, а не находясь вот в этом ощущении, в этих триповых состояниях, ой, настолько они видят, у меня отец принимал и говорил, что вот он там видел эти галактики космические, и нужно вот ему было рассказать быстрее мне о том, о том, о чем. Но в итоге потом, когда ты приходишь в стабильное свое состояние, ты понимаешь, что значимость уже не такая, и там значимость она как-то превышается, ты очень восприимчиво к этому относишься, но по крайней мере вот что могу сказать, действительно есть какие-то глубокие погружения, но мне кажется, нужно какой-то ситр, какой-то человек, который поможет справиться с какими-то чувствами, ощущениями, или углубиться в какие-то там моменты, то есть не так все это просто работает, ну вообще я не могу давать комментарий, я в эту область не заглядываю, я использую микродозинг с целью именно повседневной жизни использовать его, то есть и машину водить, и чтобы было безопасно все, то есть семья, ребенок, то есть никаких таких глубоких состояний я себе позволить не могу, и в принципе у меня нет желания особого пока что. Вот, не вызывает привыкания, то есть как я говорил, действительно привыкания не вызывает, вот они стоят эти капсулы, можно их принимать, можно не принимать, кто-то мне даже говорил, что вот мухоморы якобы прям вот как регулируют, что не надо больше там, да, хотя это же вы регулируете, то есть не кто-то вами управляет, а вы сами понимаете, что мне там вот это не нужно, и даже смотришь больше под мухомором в сторону правильного питания, и действительно такие мысли приходят, что зачем я это ем, Зачем я это ем? То есть начинаешь более такое К растительному ближе подходить Все-таки есть такие тоже направления Помогает избавиться от Кротической, от алкогольной зависимости Ну вот то, о чем я говорил, есть стремление К чему-то более правильному И даже неправильно там есть сахар Вы начинаете там об этом задумываться больше Ну вот это направление, оно действительно есть в махаморе И поэтому вы уже там по-другому Начинаете относиться к таким Более страшным зависимостям По сути у нас много в жизни зависимости Да, и сладкое есть, это тоже зависимость Наркотическая, можно сказать Сигареты, алкоголь Поэтому мухомор постепенно набирает Такую волну последователей Потому что люди понимают, что если алкоголь Ничего не дает, разрушает и семьи Мухомор все-таки При правильном использовании он Укрепляет и семьи, и укрепляет здоровье Да Ну то есть вот так микродозинг И действительно вот все вот эти Преимущества, которые я называю Они налицо Обязательно напишите О каких моментах я упустил в комментариях Вот, переходите в телеграм-канал И будем общаться на эту тематику Вот, всем обязательно рекомендую Посмотреть вот это видео Оно даст больше понимания, где я собираю грипп И почему он у меня особенный Да-да, посмотри, вот это Держи мальчик